Как они там оказались, блядь? Как? Почему ты позвал в ресторан эскортницу и свою семью, блядь? Это реально терпил, это чувак хуже, чем Азон. Что там делать сводный брат Рона Уизли и эскортница? Доброго времени суток, мои приятные молодые люди, меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Решил я запустить новую рубрику на своем канале, где буду обозревать профили популярных инстаграмеров. Совсем недавно я узнал о том, что у нас реально очень много ребят, которые снимают какой-то контент в эту прекрасную социальную сеть. И буквально неделю назад я узнал о существовании такого прекрасного молодого человека, как Давид Манукян. В инстаграме подписанный, как Дава М, 5 миллионов подписчиков у пацана. Я зашел, думаю, крутой наверняка чувак, классный контент делает. И когда я начал смотреть эти видео, серьезно, я орал, как бешеный пес. Перед записью этого ролика я посмотрел его видос и записал сразу сториз в инстаграм. Ой, я не могу, ребята, у меня есть серика, короче, я сейчас буду записывать видос на канал новый, надеюсь, выйдет вечером. Про инстаграм он будет, короче. Я вот пытаюсь понять, кому нравится действительно этот контент. Я думаю, может быть, что-то со мной не так. Давайте вместе с вами сегодня посмотрим, оценим, покомментируем, поговорим. Сразу хочется сказать, что против этого пацана я ничего не имею, не знаю, какой он человек в жизни. Будем оценивать только его контент. Все. Сейчас я вам покажу ролик, который я первый посмотрел в его профиле. Он меня сразу зацепил. Я решил, что я должен сделать на это обзор, но я не могу пройти и не показать вам это. Молодые люди, те, кто носит кольца, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда вы моете руки, вы их снимаете или нет? Потому что я вот вспоминаю себя, я никогда не снимал кольцо. Я не был женат, просто кольцо носил, ну, знаете, чтобы крутым показаться. Я очень хочу узнать, что они обсуждают на этой встрече. Что там делать сводный брат Рона Уизли и эскортница? Как будет называться новый фильм? Рабочее название Гарри Поттера, философские дилда. А я Гермионой буду и хорошо управляюсь с палочками. Да, ресторан Море Мясо в 15.00. Она же тебя сама позвала. Она тебя позвала, написала номер. Я не понимаю, она написала номер этого ресторана. В чем смысл, блядь? Она дала тебе, скорее всего, свой номер и место. Блин, я не понимаю. Если она тебе сама дала номер с названием ресторана, зачем ты звонишь в этот ресторан, заказываешь там столик? А, эскортницы, наверное, всегда так делают. Возьми мой номер, я хочу сходить в вот этот ресторан. Бизнес-встреча с эскортницами. А может, они просто организовывают гэнг-бэнги, и это была действительно бизнес-встреча? Ну и что мы будем делать сегодня вечером? Сидеть в ресторане, ужинать, видимо, ты же пришла. Такая, я не понимаю. Блядь, очень много пробелов в сюжете, Давид. Очень много пробелов. Она дала тебе номер и название ресторана. Ты не задал ей лишних вопросов? Что это такое? Как мы, блядь, договоримся? Что происходит? Почему ты сразу позвонил в этот ресторан? Как она туда попала? Блядь, сколько вопросов. Ты же видела, что я женат? О-хо-хо-хо! Блядь! О-хо-хо-хо-хо! Как же это плохо! Как же... Ой! Все забыл. Ну и что? А то, что я люблю свою семью. Как они там оказались, блядь? Как? Почему ты позвал в ресторан эскортницу и свою семью, блядь? Зачем тебе это делать? Жена не вызвала вопросы, что рядом с тобой сидит какая-то сисястая, крутая телка, красивая, блядь? У нее не возникло вопросов никаких вообще! Здравствуйте! Садись, милая. Девушка уже уходит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блядь! Я даже не знаю, как это комментировать. Это настолько бред, блядь! Для чего это было снято? Ну, понятно, это реклама ресторана. Но настолько ху-ка! Господи! Ресторан море мяса! Если у нас сделать нормальную рекламу, блядь! Обратитесь ко мне, да к кому угодно! Только не к вайнерам! Вы позиционируетесь так, что можно прийти с эскортницей и потом с семьей посидеть? Или вам просто нравятся плохие вайны? Мне эти ролики напоминают, как реклама шаурмы. Когда оператор свадебный берет GVC-камеру кассетную и начинает ее снимать. Только вместо этой GVC-камеры сейчас Sony Alpha или какой-нибудь Red Epic. Здравствуйте! А у вас есть шаурма? Да, конечно. Вам среднюю или большую? Среднюю. Минуту. Как вкусно! Сюжет примерно такой же. Цените свой выбор. Здесь хорошо бы подошла реклама таблеток для улучшения памяти. Типа, если ты дебил и забываешь кольца, то выпей эту таблетку, все будет хорошо. То есть они в своих роликах развивают настолько, блядь, невероятные сценарии. Мне кажется, им надо работать на студию Marvel какую-нибудь. Звонок от Тони Старка. Нет, 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 не отвечай! Да, ресторан Море Мясо в 15.00. Еще хотел сказать вот по поводу конкурса всех этих. Гусейн Гасанов сейчас разыгрывает свой гелик, там на него за день миллион человек подписалось. Сейчас эта Дава тоже разыгрывает Мерседес. Ребят, вы должны понимать, что вы никогда ничего не выиграете, и эти Мерседесы, они не разыграются. Вся эта движуха поддерживается тем, что они еще разыгрывают бабки. Ты скидываешь людям бабки, постишь в сторис, и все такие «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!» «Пасибо, спасибо, значит, я, может, еще и гелик выиграю!» Все видят, хотят бабки хотя бы в первую очередь выиграть, а потом уже какой-то вымышленный гелик. Это все делается для привлечения аудитории. Я, блять, надеюсь, вы это все прекрасно понимаете. Типа, прикольно, да, можно выиграть 5000 рублей. Я вот сегодня то же самое у себя в Инстаграме делал, чтобы вы понимали. Разыгрываешь бабки, и люди подписываются. Все. Просто для того, чтобы предать еще большую мотивацию, ты говоришь «Вы выиграете гелик, отмечаете, Еще выиграете деньги и гелик сверху Но зная, как работают такие схемы, вы выиграете ничего Мои друзья, даже на которых я подписан, нередко что-то постят в инстаграме Знаете, в себе в сторис, типа розыгрыши какие-то Но даже до них добралось это Они постят эти, блядь, мерседесы, гусейна, давида Нет, вы не выиграете ничего Ничего не выиграете Поучаствуйте лучше в моем конкурсе Я разыгрываю переходник на итальянскую розетку в инстаграме Подписывайтесь Друзья, всем привет, наконец-то этот момент настал Сейчас мы с вами будем творить историю Я разыгрываю Переходник с обычной розетки на итальянскую Милая, а когда мы уже поедем отдыхать? Надеюсь, он как всегда сейчас будет показывать Продажных девушек, которым нужны только бабки Потерпи немного, скоро накоплю и поймем Если бы после моего ответа девушка сделала такое лицо, как вот эта подруга на видео Я бы, блядь, сказал, пошла в жопу, блядь Иди вот, работай, навстречу ходи с кальянными сронами Уизли И занимайся своими делами Только от меня отвали, пожалуйста Ань, иди сюда Это тебе Я же хотела телефон Ну, я же коплю нам на воду Мишке она недовольна Пройдет буквально пару лет, и ты будешь думать о том, как бы найти мужика, который хотя бы не пи**ет Я тебя люблю, чтоб ты знал И не говори ерунды Если вы хотите стать популярным инстаграмером, берете самые избитые темы Любовь, измена, ревность И снимайте самые всратые скетчи, которые можете Если вы хотя бы чуть-чуть постараетесь, это не зайдет Если это будет говно какое-то Посмотрят сто процентов И вот, как всегда, переведу 5000 рублей за самый креативный комментарий Мне надоело на все копить Ну ты пи***** на работу, если тебе надоело на все копить Мне надоело, это дешевая романтика Потерпи немного Это реально терпило, это чувак хуже, чем озон Не было бы вот этого мемаса «Газон терпило» Ну зачем она это делать Ну вот я тоже не понимаю Его баба просто села на шею, сдавила и уже выдирает глаза Он такой Пу**я, потерпи, пожалуйста Возьми цветы, вот тебе миша БЛЯТЬ У меня просто дико бамбит Выставляют баб просто максимально меркантильными суками Я не спорю Такие встречаются, но мне кажется всё реже и реже Типа, общество уже настолько порицает эту тему что Даже самые меркантильные б**ьи открываются Они даже боятся б**ть конфету уже попросить Потому что им предъявят И какого хера этот чувак такой терпел, а если у тебя такая баба, ты не видишь, что она не радуется мелочам, абсолютно клишированным мелочам, типа, блин, дорогой, а где мой, б***ь, букет на миллион роз, и почему, б***ь, это Мишка, а не телефон, господи. Скоро у нас все будет хорошо. Нет, Давид, извини. Актерская игра, б***ь. Здравствуйте, а у вас есть шаурма? Нет, Давид, извини. Серьезно, это реклама какая-то из 2001-го, остросоциальный ролик, заказанный государством у свадебного оператора. Вот ты когда стоишь на остановке, там экран висит, и показывается ролик, что нужно держать дистанцию от автобуса, это примерно вот уровень таких видосов, понимаете? Только там это просто показывается людям на улице, реклама, заказанная государством, а здесь чувак снимает то же самое в инстаграм, б***ь. Наши люди здесь! Громки! Ты что-то говоришь, но в моих мыслях только най-най. Улыбаюсь, мило, но себе жертю я тише, тише. В черту разговоры хочу. Бум-шак, колокола, бум-шак, колокола, бум-шак. Ой, девочка, упустил ты свой шанс, Давид-то теперь популярный исполнитель. Бум-шак, колокола. И вот он встретил своего продюсера, и у них связалась, как говорится, любовь. Нет, Давид это медиапроект, конечно же, как и большинство таких популярных чуваков в инстаграме. Скорее всего, он отдает большую часть своих денег своему же продюсеру, вот этой подруге. Классический панчлайн, ты меня не ценил, а потом встретил вот подругу, и она меня раскрутила. Правда, это немного разные вещи, понимаете, да? Это его девушка, это его продюсер, ну, в скетче это не важно, похер. Короче, ребят, делаем так, мы с Кариной из тачки выходим, вы закрываете, скорее всего, давайте три полосы закроем. Короче, если менты подъезжают, все выскакиваем из тачки, размигаемся, все так далее. Ой, блядь, вот это весело, вот это пранк, молодцы, вот это очень смешно. Ребят, давайте так, если менты подъезжают, достают автомат и стреляют в нас, мы быстро вот все падаем и умираем. Я когда увидел этот видос, я, блядь, не поверил, что такое существует просто, ну, типа, на планете этой. Короче, эти дегенераты перекрыли дорогу и машины не могли ехать, все. Для того, чтобы снять промо для своей песни. Я не знаю, что сказать. Крышу, крышу, что ты говоришь, но в моих мыслях только най... Это просто пи***ц какой-то, все. Платье, как у твоей бывшей. Реально, как у моей бывшей. Ты, походу, поизменила мне, сука такая. Просто хотел бы, чтобы к этому чуваку в магазине подошел какой-нибудь другой бугай огромный, 6 на 6 метров, и порвал на нем всю одежду, сказал, да это пранк, братишка, вот возьми там, сколько стоит твоя одежда, там, 10 тысяч рублей, блядь, 50, не важно, у нас пранк, смешно, блядь. Я ненавижу пранкеров, серьезно, вот эти вот люди, которые мешают работать, блядь, персоналу, да ебаться до людей в торговых центрах. В общем, вот такой контент нравится современной молодежи, видимо, я не знаю, кто это смотрит, серьезно. Если ты мой подписчик, подписчика Дава М, например, напиши, за что тебе нравится этот чувак, почему ты его смотришь, что тебя в нем привлекает, потому что качество, блядь, видео оставляет желать лучшего. Не в плане картинки, а в плане наполнения. Это просто, блядь, что-то невероятное. Я очень удивлен, что такое смотрят люди, и это нравится людям. Если вам нравится такой формат, пишите в комментариях, кого еще посмотреть мне, на кого сделать импровизированный обзор. У меня есть уже пару человек, может быть, мы у Гусейна Гасанова посмотрим, да, даже у него прекрасные скетчи имеются, господи. Ладно, подписывайтесь на Инстаграм ко мне, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok